добрый день дорогие друзья вы на телеканале этом тв программа тема дня меня зовут александр вальдман сразу два предвыборных скандала разгорелись вокруг одного избирательного блока речь идет о блоке кахоли лаван в первом случае газета идет охрана от опубликовала информацию о том что в штабе этой этого замечательного движения ищут так называемого крота который сливает секретную информацию бог знает куда а во втором случае госконтролер обнародовал итоги проверки правомерности контракта на 50 миллионов шекелей между израильской полиции и компании которые совсем недавно еще руководил лидер этого блока бенни ганс а с нами на связи политолог политтехнолог марк вайс марк рад тебя приветствовать добрый день добрый марик я хочу начать разговор с то что называется скрота прежде всего причем о двух эпизодах которые слил так называемый крот в одном случае речь шла о том что якобы бенни ганс в частной беседе заявил о том что он готов поддержать ультра ортодоксов если они согласятся к нему присоединиться выдать им то что называется белый лист на котором они могут написать все свои требования а второе связано с тем что на таньягу я протестирую готов был организовать мое убийство если бы мог это сделать и не исключил что его телефон взломал мой телефон взломали не иранские а кремлевские хакеры по заказу не таньягу буги айалон третий номер списка бени ганса заявил по этому поводу что вообще нет никакого крота ты просто на таньягу его прослушивает вот скажи пожалуйста не означает ли это что буги айалон по большому счету выступил в роли той самой унтер офицерской вдовы которая сама себя высекла он же не опроверг ту информацию которую слили из штаба он фактически и подтвердил речь идет только о способе ее доставки средства массовой информации он что извини за это слово гикнулся вопрос не ко мне скорее к врачам но надо действительно фактически он подтвердил эту информацию то есть информация о том что есть учить утечка и так как он не опровергал что именно было сказано значит это и было сказано буги айалон ну он полевой генерал он в разведке мало что понимает я думаю если у него спросить как именно прослушивали телефон ганса он ответить не сможет все остальное видится достаточно правдоподобно не секрет что наши религиозной партии готовы подписаться под любое правительство но вот как бы новостью для сторонников к холла ван было именно то что бенни ганс готов подписать им чистый лист зная что они готовы меня правда смущает несколько другое его соратник господин лапет заявлял постоянно неоднократно заявлял о том что никогда и ни в каком случае у не сядет за один стол с религиозными партиями вот здесь у нас есть уже очень серьезно очень большая проблема что касается разведки скорее всего все таки местная крыса я думаю марик тогда походу еще один вопрос задам раз ты уж упомянул господина лапида нет ли у тебя ощущение что по отношению к лапида клопиду гансы используют знаменитую бандитскую российскую технологию может не только российскую технологию под названием кидалова он его использует в нужных для себя целях а потом просто напросто расстанется без сожаления это похоже не на не на его решение последнее время это больше похоже на план который просто постепенно приводится в исполнении лапид в этой компании и так выглядит очень инородным телом он никакой не генерал он журналисты принципе неплохой но он работал на армейской радиостанции когда служил в армии да 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 но все равно не генерал генералов как правило несколько другие методы передачи приказов именно приказов они ничуть не политики а он все-таки лапит можем его любить и любить но следует признать что как политик он состоялся он не состоялся как министр финансов например но политик да и в этом террариуме единомышленников он никак не вписывается в эту компанию да я думаю скорее всего с его сольют как и планировалось заранее марик возвращаясь к теме русских хакеров которые якобы которых якобы начал именно таньягу вообще сама постановка такая постановка вопроса что телефон ганса ганс сам предполагает что могли по разоблокировать и подслушивать русские хакеры если соприкоснуть это с тем что в списке ганса фактически нет русскоязычных израильтян может быть у него присутствует определенного рода страх перед всем русским не думаю скорее всего переадресация к русским хакерам это то что у людей на слуху якобы выгорит выборы трампа выиграли русские хакеры и скорее всего этот прием просто был использован что касается русских в наличии русских русских кавычках русскоязычных израильтян в списке кахой лаван то что его то их там нет почти нет это совершенно закономерно тут не надо быть очень опытным политиком чтобы понять что русская улица сегодня в израиле фактически отсутствует мы не организованы мы не являемся каким-то одним кланом мы мы не идем общим списком мы не эфиопы мы не шанс не религиозные нас очень тяжело организовать да мы и не хотим в конце концов алии уже более 30 лет может давно израильтяне первое поколение полуторное второе может давно израильтяне единственное на кого можно рассчитывать это на на пожилых и очень пожилых людей но сегодня их уже мало если кто и есть готовы идти голосовать ну за лепермана например нет они очень правильно сделали им там ничего не светит на русской улице они русских не взяли кроме того русская улица на сегодняшний день не родила не дала израильскому истеблишменту ни одного хоть маломальски значимого политика так что тут все нормально марк теперь я хочу вернуться к истории с госконтролером в принципе для наших телезрителей любой из них может полюбопытствовать что там за история долго принципе рассказывать суть в том что незаконно было получено компании ганса был получен заказ на некое на некую разработку из израильской полиции сумма контракта 50 миллионов 4 миллиона уже были были оприходованы в результате ничего не получилось вернули и прочее госконтролер это обнародовал два вопроса у меня в этой связи первое случайно ли госконтролер выбрал время для публикации своего отчета по этому поводу насколько он этот отчет кошерные в данной ситуации это первый вопрос и второй насколько будет верно мое предположение что после выборов об этом отчете все дружно забудут давай начнем со второго вопроса до забудут на второй день это также как вопрос о подводных лодках это мое мнение бутылки биби бутылки сары сигары биби это все предвыборные предвыборная возможность обратить на себя внимание давайте не будем забывать что госконтролер это он тоже человек в какой-то степени карьерист может быть не в какой-то степени карьерист и в принципе госконтролером ему быть осталось не так долго но но допустим став членом верховного суда а то и председателем это уже пик карьеры юриста в израиле это максимум того что может быть поэтому обращая на себя внимание то ли подводными лодками то ли осуждением или не осуждением премьер-министра то ли вот вскрытием таких фактов о махинациях в полиции госконтролера обращать на себя внимание я думаю этим все ограничивается что же касается первого вопроса меня здесь несколько смущает что в данном случае израильская полиция равно оповер фактически израильская полиция идет на грубые грубейшие нарушения за совершенно верно причем это не какая-то мелкая фирма это не какая-то заштатная государственная организация которая может без тендера провести какой-то небольшой бюджет речь шла бюджете в 50 миллионов шекелей это большой бюджет и без израильская полиция без одобрения то есть они могут провести тендер кто-то выигрывает тендер но какой-то вышестоящий орган должен этот тендер утвердить они минуя все эти препоны приводят тому что компания ганса получила таки заказ получила предоплату потом весь этот мыльный пузырь лопнул извините меня я никогда не поверю что полиция не знала что делает ганс случайно потерял те деньги которые получил в качестве предоплаты и что высшестоящий орган который должен был утвердить эту сделку это государственная огромная сделка вышестоящий орган не заметил а вдруг сегодня сейчас предвыборный период сколько у нас там осталось до выборов вдруг это все вскрылось не верю знали заранее опять-таки спланированная хорошо спланированная срежиссированная акция рассчитанная на очень среднего обывателя который читает заглавие ну и максимум две строчки внизу жирным шрифтом о чем идет речь и все марик еще один вопрос последний дело в том что буквально на днях 100 ведущих раввинов израиля обратились к лидерам религиозных политических партий с призывом потребовать включения в коллекционные соглашения требования прекращения всех видов осквернения субботы в общественном пространстве скажи пожалуйста означает ли вернее можно ли их письмо трактовать так что в ближайшее время после 9 апреля израиль семимильными шагами двинется к галахическому государству вне зависимости от того кто победит натаньягу или ганц говорят тигр который попробовал человечину от этого мяса уже не откажется наши религиозные деятели а я тут могу говорить раввины партии деятели они все как бы в любом случае стоят вместе они почувствовали вкус крови они почувствовали вкус победы раз уж они в одном случае я помню было пошли на сговор с арабскими партиями чтобы вместе забаллотировать какой-то закон и протащить свои законы я думаю этих людей совести нет окончательно поэтому они прекрасно понимают что любая партия с удовольствием возьмет в коалицию религиозной партии под их диктат такие-то суммы денег такие-то законы за все вашими проголосуемостью что вы хотите нет проблемы повышение цен перекрытие война мир все что вы хотите нам дайте наше поэтому да и то что уж если уж команда в которой находится лапит готова предложить не лапит но готова предложить чистый лист для подписи естественно не будут шантажировать сваливаемся мы в государство галахи да постепенно незаметно семимильными шагами скажем так незаметно семимильными шагами мы идем очень быстро туда все правильно если в ближайшее время я не вижу чтобы это было ближайшем правительстве но хотя бы в следующем что-то кардинально не изменится я думаю цены на чемодан в израиле очень очень подрастут марк спасибо огромное за это интервью спасибо было интересно на новых встреч спасибо до свидания спасибо и вам друзья что были с нами всего самого доброго до новых встреч